В Иванове выбрали лучших педагогов. В областном центре состоялась церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». В Иванове он проходит начиная с 1990 года. С тех пор традиция поощрять самых достойных не прерывалась. В конкурсе было два тура. Все условия максимально приближены к условиям всероссийского конкурса «Учитель года». И был заочный этап, потом был очный этап, где надо было сделать самопрезентацию, дать мастер-класс с обобщением опыта работы, ну и, конечно, провести урок на незнакомых детях, показать свою методику уже на практике. И все конкурсанты отлично с этим справлялись, но, конечно, среди лучших всегда есть самые лучшие. В этом году было 16 конкурсантов. Учителя соревновались в трех номинациях – педагог дошкольного образования, педагог дополнительного образования и педагог общего образования. В каждой номинации выявлялись финалисты и победитель. Единственный мужчина, Дмитрий Чекуров, направил заявку в номинации «Педагог дополнительного образования» и победил. Все были лучшие, правда. И на последнем финальном этапе жюри скажет, что я бы не стала за всем. Но, тем не менее, сегодня, я думаю, даже в условии, ну, такого гендерного подхода к нашему конкурсу, все согласятся с тем, что имя победителя должно быть Чекуров. Педагогам дополнительного образования идут по зову души. Они способны превратить каждое занятие в праздник. Дмитрий Чекуров преподает греко-римскую борьбу и знает, как подобрать мячи к детским сердцам. Надо любить детей, и они полюбят вас, отдавать им душу, и они отдадут душу вам. Наверное, так. Конкурсантов оценивало профессиональное жюри. На каждом этапе выставлялись баллы за мастерство и соответствие новым тенденциям в образовании. Конечно, учитывалось и мнение детей. В номинации «Педагог дошкольного образования» лучшей оказалась Оксана Брюзгина. Победителем в номинации «Педагог общего образования» стала Ирина Михайловна Матвеева, учитель начальных классов школы номер 4. Быть учителем Ирина Михайловна мечтала с детства, и эта детская фантазия была воплощена в жизни. Любовь к учительству мне привил мой дедушка, который с таким упоением рассказывал о своем первом учителе. И, наверное, вот это все моей какой-то детской душе осталось вот большим отпечатком. И когда я уже стала совершенно взрослым человеком, передо мной не стояла выбора, кем я буду. Я знала точно, что я буду учителем. Ирина Матвеева уже 26 лет работает в школе. Она, как никто другой, знает, что детям нужно доверять во всем и считает, что надо быть с ними на равных. Если отношения между классом и учителем сложились хорошие, то и учебный процесс будет проходить легко и интересно. Мы ее все очень любим. Она очень добрый, хороший педагог. Она умеет так хорошо объяснять, что даже не очень умные дети могут ее понять. Она справедливая, она со всеми находит общий язык с детьми, которые себя и хорошо ведут, и которые не очень. И я очень рада, что у меня ведет такой учитель. Теперь лучшие педагоги попробуют свои силы на региональном, а если и повезет, на всероссийском этапах конкурса. Они хорошо осознают, что учитель прежде всего пример для подражания и стараются держать высокую планку. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok